Ох, друзья мои, с супер хитрым планом, везет же люди. Ха-ха-ха, просто невозможно, это плохо. Авторы не поясняют. ТУМС! Привет, друзья, честно говоря, во мне нет столько искрометного юмора, чтобы шутить по поводу искрометного юмора фильма, который выпущен в подражание искрометному юмору другого фильма, набитого искрометным юмором. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел Министерство неджентльменских дел. Итак, супергруппе суперплохих парней поручают суперсложное, суперсекретное задание по уничтожению суперсекретного корабля, который снабжает суперопасные подводные лодки, которые не дают жить суперважным морским транспортным артериям. Взрывают все собаки немецкие. Англии придется жить под немецким сапогом. Дело осложняется тем, что корабль находится в испанском порту, а Испания пока еще не воюет с Англией, и никто не хочет, чтобы взрыв послужил поводом к объявлению войны. Поэтому, если группа попадется, то английское правительство не признает в них своих. Наверное, их будет ужасно сложно идентифицировать испанцам. Придется потратить полчаса или даже целый час, так как эти люди довольно известны и много где воевали, и много где сидели. А мир крутых наемников не то, чтобы очень широк. Кроме того, не будем сбрасывать со счетов известную максимуму, ищи кому выгодно. Кроме того, нет согласия внутри английского правительства, часть которого противостоит этой блестящей затее. Парни с легкостью и невероятной удачливостью добираются до порта, где стоит судно. С супер хитрым планом. Всех солдат, охраняющих судно, напоить, взрывчатку заложить и судно взорвать. Мне понадобится моя команда. Они немного... Нет! Того. Но неожиданно для них в последнюю секунду, буквально, везет же людям. Они узнают, что судно забронировано. Нет, его забронировали не в нашем понимании, а обшили бронью. И теперь его нельзя взорвать. Просто невозможно, как говорят герои фильма. Это замечу вам первый в истории войн случай, когда судно, набитое топливом, минами, бомбами и еще бог знает чем взрывающимся и горящим, невозможно взорвать. И это правильно. Что ж, тогда наши герои решают обхитрить систему. Если судно невозможно взорвать, то его надо угнать. И потом передать англичанам, которые не признают их за своих. Только безумец пойдет на это. Почему нельзя заложить бомбы внутрь и устроить славный пумс, авторы не поясняют. Далее они разгуливают легкой походкой под веселую музыку, расстреливая немцев направо и налево, которые как-то странно ведут себя на посту. Взрывают все, до чего дошли их шаловливые ноги, ну и угоняют судно, как и предусматривал план. Ох, друзья мои, зрелище я вам должен сказать непростое. То есть экшен это хорошо, но надо же иногда и головой думать, а не только экшен. Невозможно же смотреть на эти зрихватские гуляния со стрельбой и взрывами по территории военной базы противника, которому ваша страна с блеском проигрывает. Об этом, кстати, весь фильм говорит сам Черчилль. Мы проигрываем войну. Как же вы им тогда проигрываете? Одна из проблем Гая Ричи последнего времени это неуважение. Иногда он неуважительно относится к одной из противоборствующих сторон в своем собственном фильме. И тогда фильм невозможно смотреть. Примерно то же происходило в фильме о супер крутых шпионах Агенты Анкл. Та же легкость, та же небрежность, та же скукота. Противника надо уважать и показывать его силу и стойкость. Иначе это не драматургия, а черт знает что. Кроме того, ну невозможно терпеть манеру выкручиваться из сложных ситуаций простым везением. Я о героях фильма, конечно. Сценарист должен иметь две вещи. Затолкать героя в сложную ситуацию и вытащить его оригинально и интересно. Тут, к сожалению, получается только поставить героя в сложные обстоятельства. Это плохо. Алло, вас не слышно? Пожалуйста, идите на! Невозможно не заметить попытку Гая сделать как в бесславных ублюдках. Та же сцена с языком, но герой Кавелла даже не пытается заговорить на шведском. Та же сцена освобождения своего соратника. Да просто посмотрите на постер. Но, к сожалению, как говорилось в известной киношной байке, не волнуйся мальчик, как у Чаплина все равно не получится. Да и вообще стилистически, если хотите эстетически, картины похожи. Но похожи как картина мастера и его плохенького ученика. А ведь Ричи не ученик Тарантино, а самобытный режиссер. Не знаю, что его заставляет подражать. Ну и актеры. Они вам не понравятся. Это просто толстый слой пафосного наигрыша. А уж когда они непринужденно смеются, ха-ха-ха-ха, хочется умереть от стыда. В целом можно отметить, что если брать гамбургский счет, то по нему почти все сделано плохо. Очень средний сценарий, плохая режиссура, плохие актерские работы. Разве что не за что ругать оператора, монтажера и постановщика трюков и всяких взрывов. В остальном работа провальная. Но как любят говорить ценители кино, для британского кино неплохо. Собственно сборы, что мировые, что российские показывают равнодушие зрителей к этому произведению. Вполне по-моему заслуженно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, поддерживайте меня деньгами. Ха-ха-ха. Бусти до Наталья, Рцкарта, Сбера. Ну и берегите себя. Пока.